Музыка Всем привет-привет! Сейчас едем, забыли, к дедульке, потом поедем за Климушкой в школу. Вот так вот я красиво нарядила, наверное. И ты, ермачок, поедешь. Сейчас, конечно, платье не видно, но платье очень красивое. Если что, я там вам его покажу. Вот сейчас я вам вот так вот его покажу. Изабель идет. Такое вот оно платье. Да, Изабель? Стой! Красавая! Изабель у нас едет в новом кресле. Да, Изабель? Да! И у тебя тоже там новое впереди. Да! А Климушке? А Климушке старенькое. У тебя новенькое. Изабель тоже, да, едет теперь так? Может ножками болтать? Да, Изабель? Песенки петь. Что-то я не подумала. Надо было титаник краску взять сразу. Наконец-то пришла краска, которую я ждала еще в декабре должна была прийти. Пришла в феврале. Уже несколько раз им писали, что... Заказывала я ее в Таиланде. Серый цвет. Хочу покрасить волосы. Не знаю, конечно, что получится. Саша говорит, облысеешь. Говорит, без волос будешь. Говорит, тебе в Германии красок не хватает. Но в Германии нет такого серого цвета. А там есть. Нет такого серого. Мы же все посмотрели. Вот, так что... Попробую потом посмотреть. Но если я, конечно, если я буду слишком страшная, то навряд ли придется перекрашиваться. Не буду в это время видео снимать. Посмотрим. Не знаю, может сегодня покрашусь, или может завтра. Но надо покраситься. И потом покажусь в новом цвете. Изабель песни поет, едет. И ты тоже поешь песенки. Ой, солнышко светит, да, Изабель? Уже почти приехали. Все, приехали домой, забрали климушку. Кимушка шарится у нас по холодильнику. Я ужин готовлю. Сейчас покушаем. Вчера я не поездила на велосипеде. Не получилось, потому что приехали домой. И начался потом сильный дождь. Сейчас тоже на улице. У меня очень хорошая погода. Тоже ветер поднялся. Наверное, будет дождь, потому что чуть-чуть капает. Вот, будем сейчас кушать. Детики, всем сейчас утро собираемся в садик. Да, Изабель? Ты пойдешь в садик? Изабель? Идем в садик. Да, Изабель? Говори всем пока-пока-пока. Проводила Изабель. Сейчас еду надо желтые пакеты вынести. До сегодня еще надо голову будет вечером покрасить. Короче, не знаю, что это будет. Буду я снимать или не буду. У нас, как видите, снега нет. На улице сейчас небольшой дождь. Вот так что. Вот так вот. Сейчас пойду возьму все желтые пакеты. И спущу их. Переключусь. Выхожу. Боже мой. Меня пугает, блин. Сердце в пятках. Стоит на балконе. Меня пугает. Все, иди переписывайся. Иду за Изабель. Блин, я перепугалась. Вы бы знали, как. Вот. У меня какой-то влог домашний. Везде постоянно иду. Какой-то путь. Не знаю, понравится вам такое видео. Не понравится. Начинается дождь. Сегодня еще хочу покрасить голову. Получится, не получится. Какой цвет. Еще, может быть, пойду потренируюсь. Вообще-то надо потренироваться. Потому что хотя бы через день нужна тренировка. Если тренировки не будет, будет капец, конечно. Все, уже дохожу до садика. Садик у нас вообще в 100 метрах. Так что переключимся. Чуть позже. Хочу показать вам эксклюзивные кадры. Пришли мы с садика. И вот моя девочка такая вот. Спит. Устала лялечка. Она вот смотрела Саши. Очень любит она смотреть новости. Всякие военные тайны. Вот смотрела, смотрела. И все. И уснула. Теперь спит. А еще хотела я вам показать. Вот у нас тут была спальня наша. Теперь здесь детская. Ермачок туалетную бумагу притащил. Надо убрать. Вот что хотела вам показать. Поменялись мы с детскими комнатами. Теперь у них вот такая вот большая комната. А я делаю стену. И вот хотела вам показать вот такой вот столик. Его сделал Саша вчера. Для деток. Не знаю. Сюда надо будет на эту стенку купить стеллаж. Вот. И купили уже кронштейн для телевизора. Не знаю, когда будем вешать его или вставить будем. Короче, кронштейн купили, но еще не знаем, что с ним делать. И вот вчера он сделал вот такой вот стол. Вот так вот он выглядит. Тут немножко тут вот немножко уголки он еще подобьет. Сделает их поменьше. Мама, дай мне посмотреть. Что посмотреть? Посмотри. Видать? Да. Вот. Подобьет немножко их туда, задвинет уголочки. Сделал вот такой стол, чтобы не покупать. в зависимости от того, какой будет у нас стеллаж. Потом мы купим такую клейкую пленку и его полностью обклеим. Либо может это будет белый, либо это может быть под нашу под нашу мебель. Хотел он, конечно, чтобы вот это вот, он ее еще... Ох, Господи! Он, короче, вот эту вот штуку еще не прибил. Он хотел сделать, чтобы... Блин, я ее теперь не подниму, тяжелая. Подняла. Вообще, хотел он... Изначально он еще эту не прибивал. Ермачок не трогай. Хотел сделать ее вот так вот, чтобы ермачок ставил туда ножки свои. Но я ему сказала, может быть, стул туда он не заехать до конца, поэтому он немножко будет укорачивать и туда все это задвигать делать. Думаю, сказал, что сделает полочку. Чтобы они туда что-нибудь складывали. Я думаю, вот такого столика нам хватит. Для детей. Вот так вот мы его как пополам поделим. Здесь ее поставим. Они будут рисовать, писать как раз под окном. Сейчас хочу сделать салат на вечер. Ну, может быть, и не на вечер. Корейскую морковку, как делает моя мама. Скорее всего, видео будет в фотографиях, потому что хочу пожалеть психику моих подписчиков и вообще зрителей, кто смотрит. Потому что такие видео с готовкой надо снимать тогда, когда никого дома нету, когда дети не кричат, не орут, не визжат. Потому что пять минут может быть полная тишина. Далее дети могут спорить, ругаться, кричать. там где-то Изабель пойдет, также кому-то понадает Ермачок, Лимушка. Но у кого есть дети, не один ребенок, а несколько, вы меня можете понять, что в полной тишине видео не снимешь. А видео в хаосе тоже, думаю, никому интересно не будет. Так что покажу видео, как я делаю корейскую морковку. Может быть, кому-то это будет интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.